Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. 13 триллионов тенге на эту сумму казахстанцам были выданы займы за первые 7 месяцев этого года. Это немного больше, чем в прошлом году, только недавно Богосфера обсудила тему списания потребительских кредитов от государства, и они вновь на повестке дня в соцсетях. По данным специалистов, причиной роста стало увеличение показателей розничного кредитования. Суды в секторе выросли сразу почти на 30% за год. Это значит, что казахстанцы стали чаще брать кредиты, объемы займов физическим лицам увеличились за год сразу более чем на 20%. Доля розничного кредитования от общего объема по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8%. Причем сетевики посчитали, что казахстанцы тратят полученные от банков займы на иностранные товары. К сожалению, такая волна подъема потребительских кредитов несет за собой не только выгоды для банкиров, но и проблемы для экономики. Так, Национальный банк Казахстана принял решение о повышении базовой ставки до 9,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Как отмечается, фактическая инфляция складывается выше ожиданий, достигла 5,5% по итогам августа. Вот у нас провели кредитную амнистию, якобы для последующего ужесточения денежно-кредитной политики. Но вот недавно моя мама пошла и купила себе шубу-расрочку на год за 375 тысяч и взяла кредит 100 тысяч на свои планы. А самое забавное, что у мамы доход 80 тысяч в месяц и при этом нет пенсионных отчислений. Вопрос, почему у нас дают кредиты людям без дохода? Возможно, смотрят на зарплату поручителя и дают кредит только поэтому. Но мне кажется, когда человеку одобряют кредит, нужно смотреть на то, сможет ли он платить, а не поручитель. В розничном кредитовании мы уже далеко ушли, и сейчас уже практически не осталось банков, где бы потребительские кредиты анализировались вручную. За нас это делает машина, и она же определяет через сложные статистические модели, кому давать и кому нет. У нас сложность с длинными деньгами для ипотечного кредитования. Однако это уже давно решенная проблема в развитых странах все через тот же фондовый рынок, так как под такие ипотечные займы можно выпускать облигации, которые в любой момент можно продать на фондовом рынке. Банки активно наращивают розничный сегмент и объем краткосрочных займов. Сектор потребительских кредитов растет изо дня в день, и традиционно наибольший спрос среди казахстанцев сохраняется в части без залогового кредитования. Можно предположить, что с ростом портфеля розничных кредитов может увеличиться и количество невыплаченных займов. Однако аналитики пока не видят больших рисков для этого. Как и для ввода налога на автомобили объемом до 3000 кубических сантиметров, которые могут отменить. Столь важная новость взбудоражило автомобильное интернет-сообщество, так как многие из них являются владельцами железных коней с двигателями до 3 литров. Отмена налога на транспорт не означает, что казахстанцы не будут платить за пользование личным транспортом. Сумму обязательных отчислений в бюджет планируют включить в стоимость бензина. Мне кажется, будет даже лучше, если отменят налог на транспорт. Но и соответственно должен быть контроль со стороны уполномоченного органа за ценой. Это же вполне резонно и справедливо. Сколько прожег бензина, столько и заплатил стране налога. А главное, это не так ощутимо и накладно. Ведь бензин все равно будем покупать. А при покупке бензина автоматически определенный процент будет уходить в налоговые органы. Как налог на транспорт. Не используешь машину, не загрязняешь атмосферу. Так и платить не нужно. Я поддерживаю полностью. Кто больше загрязняет? Машины, с которых течет все от масла до тасола? Или дорогие внедорожники, которые выезжают-то редко, зато платят по 300 тысяч в тенге налогов? Давно пора, ведь такой налог во многих странах, в соседнем Узбекистане даже. Идея включения налога на транспортные средства в стоимость топлива не всем пришлась по душе. Часть сетевиков обеспокоилась, что более высокая цена на бензин эффектом снежного кома повлечет за собой удорожание других товаров. В стоимость бензина? Налог? Представляю, сколько теперь бензин будет стоить. Справедливой цены не жду. Извините, но как только грядут какие-то нововведения, перерасчеты, все время ждешь какого-то подвоха. Подорожание бензина повлечет с собой повышение цен на все. Не будет этого. В России ввели, потом поняли ошибку и оставили транспортный налог. А потом ввели еще налог на роскошь. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете. Субтитры сделал DimaTorzok